И мы продолжаем. 15 марта в регионе стартовала операция правопорядок. В эти дни в преддверии праздника на УРЭС североказахстанские полицейские усилят работу по пресечению преступлений и охране правопорядка в городе. Задачи по несению службы они получили на ежемесячном гарнизонном разводе комплексных сил полиции. Искать без вести пропавших и уголовных преступников. Полицейские и военнослужащие получают ориентировки. Руководство областного ДВД ставит перед сотрудниками задачи. На что больше обращать внимание в праздничные дни, как вести себя в нештатных ситуациях. В первую очередь стражи правопорядка должны соблюдать закон, носить видеожетоны и без причины не останавливать автотранспорт. На этом разводе мы доводим доличие состава о соблюдении законностей, о вежливом обращении граждан. Сейчас вот видно на улице потеплело, очень много людей, гражданского населения, которые просто отдыхают. Поэтому для них должны быть созданы определенные комфортные условия. Люди должны ничего не боясь, смело как в дневное, так и в вечернее время прогуливаться. Для этого наши патрульные наряды ходят по улицам города и обеспечивают правопорядок. Ежедневно на дежурство в областном центре заступают больше сотни полицейских и военнослужащих. Это те, кто патрулирует улицы города и следит за правопорядком. В их числе и Талгат Тулешев. В феврале он задержал преступника, который украл у женщины сумочку с деньгами. За добросовестную службу он получает благодарственное письмо от главного полицейского области. 20 февраля 2017 года во время несения службы с оператора отцов поступила ориентировка о том, что по улице Кашуково, близи торгового дома «Пирамида», была совершена кража. После чего я начал сразу же принимать меры по задержанию данного гражданина. Сопротивление такого не оказывал, но он убегал от меня. Но так как тоже мы физически хорошо подготовлены, тоже далеко не пришлось ему убежать. Догнали, сразу же меры приняли и доставили его в следственную оперативную группу. Такие награды получили еще двое полицейских и столько же военнослужащих части 66-37. В гарнизонном разводе комплексных сил ДВД участвовали 340 сотрудников и 43 единицы техники.